Что, если нельзя мыть голову каждый день? А перед просмотром ролика хочу порекомендовать вам канал Мистер Бойко. На нем вы узнаете, каким будет Ютуб без Ивангая и другие интересности, а также впереди крутые конкурсы, да халява. И еще вы услышите супер рэп от автора, я был в шоке, когда услышал. Ну в хорошем смысле. Короче, заходи и подписывайся, ссылка в аннотации и описании. Голова. Это та часть тела, которая всегда на виду. Когда с вами общаются, люди смотрят именно на нее. Поэтому у вас могут быть немытые волосы где угодно, но только не на голове. Исключение, вы Михаил Боярский. Тысячу чертей! Где моя шпага? Констанция! 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 Или Дарт Вейдер. Ну сами понимаете почему. Но слишком частое или редкое мытье вред либо здоровью, либо обществу, либо себе. И сейчас я расскажу вам, как часто нужно мыть волосы. И дело это не такое простое, потому что оптимальная частота мытья головы для каждого типа волос разная. И основной фактор это ваши ощущения. Вряд ли вы станете ходить с грязной головой, если где-то прочтете, что мыть голову еще нельзя. Однако, слишком частое мытье хорошо только для торгашей, продающих волосы. Вы от этого не выигрываете. Поэтому рассмотрим, как часто нужно мыть голову обладателем разных типов швейнов. Первое. Как часто мыть сухие волосы. Если у вас достаточно тонкий волос, склонный к сечению кончиков, ломкости и пересушиванию, то будьте уверены, у вас этот тип. И его основной плюс, вы можете не часто мыть голову. Обычно хватает одного раза в неделю. Если нет особых внешних факторов, например, работы на угольном заводе. Но минус в том, что волосинки легко повредить. Они легко выпадают при неаккуратном обращении. Поэтому нужно соблюдать некоторые простые правила. Мойте голову по возможности не часто, чтобы не пересушивать волосы. Раз в неделю оптимально. Помните, что наши предки топили бани. И того режем. А Людовик 14 вообще мылся два раза в жизни. Когда родился и когда его обмывали. Ну это шутка. Мыть ваш тип лучше горячей водой. Под ее воздействием железо начинает активнее выделять кожный жир. А он означает меньше сухости, ломкости, больше блеска. Третье средство для мытья и ухода за волосами. Выбираем увлажняющие. С различными маслами. Для них они как бутылка минералки. Для пившего всю ночь. Четвертое. И лучше отбросьте идеи покраситься или высушиться феном. Как же часто мыть голову жирными волосами. Жирноволосые мира сего не знают ни сухости, ни секущихся кончиков. Но к концу дня с их головы льется отличный и жирный бальянчик. Им приходится мыть голову каждый день. Бывает, что и по два раза. Производители шампуни безмерно им благодарны. Но между тем с загрязнением волос можно бороться и приучить кожу выделять меньше жира. Как? Вы спросите. Как? 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 А просто. А занимаясь мытьем головы каждый день, мы смываем защитный слой кожи головы. И провоцируем железо выделять все больше и больше сала. И остановить этот замкнутый круг можно. Следуя простым советам. Первое. Начните постепенно мыть голову реже. Не каждые 24 часа. А сначала 36, а потом и 48. И со временем в течение 4-6 недель кожа привыкнет и поймет, что сала уже не нужно. Так много. Таким образом нужно стремиться к мытью волос примерно 3 раза в неделю. Второе. Мойте голову чуть прохладной водой. Она сужает поры и способствует меньшему выделению жира. И третье. Используйте народные средства для жирных волос на основе трав. Таких, например, как календула, татарник. И можно также немножко посушить голову травяными средствами, в которых есть спирт. Нанесите их заранее до душа, а потом смойте вместе с шампунем. А есть ли у вас волосы смешанного типа? Они имеют три особенности. Жирные корни и при этом секущиеся концы. Но зато у них потрясающая длина. И между двух начал все здорово и красиво. И чтобы сделать их такими везде, нужно соблюдать следующие правила. Старайтесь не идти на поводу у жирных корней и мыть волосы хотя бы через день. Причем намыливая только корни. Если мыть каждый день, то вы будете провоцировать сальные железы и выделять все больше и больше всего жира. Второе. Не мойте голову кипятком. Третье. Подбирать шампунь нужно так же, как и для жирных волос. Мягкий, лечебный, с травами. Четвертое. Вот кончики нуждаются в дополнительном увлажнении. Помогут питательные масла и увлажняющие бальзамы. Пятое. Поздно пить боржоми, когда почки отлетели. Это значит, что если кончики уже секутся, пора стричься. Уберите секущиеся кончики и следите за новыми, чтобы с ними не случилось того же. Ну а если у вас нормальные волосы, и не слишком жирная кожа головы, и не слишком сухая, а волосы слепят водителей своим блеском, то вы обладаете самым желанным типом волос. Нормальным. И сколько же раз в неделю мыть голову такой дар свыше? Обычно достаточно двух-трех раз в неделю. А из отваров тврав вам отлично подойдет, ну скажем, ромашка. В остальном, пользуйтесь общими рекомендациями и будете сиять. Не забывайте о секретном сурове спрятанном. В видебук, если ролик наберет 50 или 100 лайков, мы разыграем деньги между угадавшими слова. Для того, чтобы участвовать в конкурсе, нужно быть подписанным на канал, на группу в ТОППРО. И поделитесь этим видео в соцсетях, чтобы люди знали, как нужно правильно мыть голову. И будьте здоровы!